Виталий Маринич – один из лучших украинских бегунов на средней дистанции. В его копилке наград победы на молодежных и взрослых чемпионатах Украины, а также международных стартах. За Кубком Белогории приезжает уже во второй раз. Со своей дистанцией 800 метров справился немного хуже, чем в прошлом году. На последних секундах он буквально вырвал победу курского атлета. Кубок Белогория собрал более 150 участников. Они приехали из Курска, Железногорска, Воронежа, Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Донецка, Полтавы и Житомира. Самый сильный состав у украинцев. В их команде неоднократные победители, призеры национальных и международных чемпионатов. Самая же многочисленная сборная – у курян. В Белгород приехали около 30 представителей соседнего города. Они-то имели все шансы на победу в этом старте. Если взять историю, за прошлые годы Кубок Белогория уезжал неоднократно в Курск, неоднократно в Харьков. И только однажды среди мужчин он остался в Белгороде у Антона Волобуева. Есть определенные объективные причины, по которым мы не готовы сейчас выставить состав, который способен бороться на равных с представителями соседнего государства, с представителями соседних областей. В программе соревнований бег на 60, 400, 800 и 1500 метров. Дистанция 60 метров с барьерами, а также прыжки в длину и высоту. Отметим, что Кубок Белогория прошел в седьмой раз. Эти соревнования открыли легкатлетический сезон. Любые соревнования, особенно международного уровня, принимать для города Белгорода – это честь, это популяризация здорового образа жизни. По словам тренеров, белгородцы в этом году выступили на среднем уровне. Воспитанники спортшкол областного центра всего четыре раза поднялись на первую ступеньку пьедестала. Атлеты из соседнего Курска завоевали три золотых медали, украинцы – пять. Надежда Дурнева, Евгений Северинов. К этому часу Белгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова